Приветствую вас! Позвольте ответить вам на ваш вопрос с точки зрения профессиональной психотерапии. Семья представляет из себя систему. То есть семья это система определенная, да? Экосистема. Ну, закрытая, в мере открытая, то есть там по-разному получается. Вот. И если какой-то элемент, какая-то часть в системе работает деструктивно, значит другая часть, как бы поддерживает эту самую работу. Даже если ей кажется, что она на самом деле делает, ну, все совсем не так. То есть вы, наверное, замечали, что вот стараетесь, да? Грубо говоря, стараетесь, ну вот, что-то делать, да? Делать что нужно. Стараетесь. Прямо стараетесь, прямо делаете, стараетесь, делаете, делаете, а в итоге... Ничего. Ну вот, просто ничего в итоге, как будто... М-м-м... Еще хуже стал. Стар. Даже. И... Подобная позиция не случайна. Потому что мужчина критикует вас. Критикует, ругает вас. А-а-а... Именно потому... Именно потому, что вы делаете все. Именно потому, что вы стараетесь много делать. Именно потому, что вы пытаетесь соответствовать... А-а-а... Понимаете? То есть, мужчина... Мужина... Целенаправленно... Действует так... Чтобы вы... Еще больше старались... Ну, как бы... По его мнению. Вот. То есть, так он думает, что... Вас... А-а-а... Привязывает... К себе. Вот. Как правило. Мужины думают так. И... Поскольку я говорил про систему... Если... Помните... Что... Дело все... Не только в нем... Но и в вас. То есть, вы... По некой... Пока непонятной причине... Ну, скорее всего, из-за того, что... Боитесь, например, потерять... Э-э... Семью. Вот вам... Там... Детей жалко. Вот. И... Все такое прочее. Вот. Вы с этим мирились. Вы мирились с тем... Э-э... Что он так себя вел. Ну... То есть, один раз... Один раз... Э-э... Грубо говоря... Приняли такое его отношение к себе. Не сказали нет. Не проявили... Э-э... Себя. Не защитили. Не показали личные границы. Свои. Все. Он так себя ведет постоянно. Потому что, с одной стороны, ему нужно... Контролировать... Вас. По его мнению... Без контроля... Без контроля ничего не будет. Это с одной стороны. С другой стороны... Мужчина боится... Ну... Мужчина боится близости. Вот. Потому что... Скандал... Да? Скандал... Заменяет близость. Заменяет эмоции. Заменяет позитивную, так сказать... Ну... Позитивные реакции. Позитивные модели. В отношениях. Если человек... Соответственно... Если... Если человек... Эээ... Скуп... Скуп... На эмоции. Вообще. Если человек... Ну, если человек вообще скуп на эмоции. Допустим... Ну... Редко их проявляет. Например. То... Скандал... Скандал... Для него это... Чуть ли не... Чуть ли не единственная возможность... Ага... Проявить свои чувства. Вот. Понимаете? Скандал... То есть... Скандал... Ему... Нучат. Это его игра. Вот. Плюс... Эээ... Здесь... Еще есть... Такие... Психологические игры... Как... Попался сукин сын. Вы можете посмотреть об этом в интернете. Вот. Эээ... Все из-за тебя. Вот. Ты такая же, как твоя мама. Например. Или как твой папа. То есть... Это все... Это все разновидности психологических игр. Которые... Которые игра... Играет ваш... Эээ... Муж. Почему? А потому что в его жизни... В его семье... Была такая же история. В детстве этот человек постоянно, возможно... Или не постоянно, но периодически... Уходил в бунт. То есть... Он бунтовал. Вот. И... Теперь он делает, по сути, то же самое, но уже с вами. Вот. То же самое, только легально. Легально. Теперь он может это делать легально. Потому что теперь у него есть вы, и вас нужно учить жить. Например. Вот. Знаете? Вот это то, что делает ваш муж, это то, чем он занимается. По факту. По факту. Но... Как вы понимаете, а... Как вы, я надеюсь, понимаете. Началось-то это все не сразу. Началось-то это все не в самом начале отношений. А... По прохождению, ну, по прошествии... Какого-то времени. То есть, прошло какое-то время. Мужчина... Ну... Например. Например. Перестал бояться вас потерять. Допустим. Вот. И сам спектаклифти. Он... Вот вы... Эм... Изучите... В интернете, да, есть... Эм... Треугольник судьбы. Посмотрите. Треугольник судьбы, треугольник Карпмана. Вот. Лучше, лучше даже, наверное, второй вариант. Посмотреть. Вот. Вы увидите... Что и мужчина... И вы... Эм... В принципе, играете, ну, вот... В одну игру. Вы взаимодополняете... Вот этот треугольник... Карпмана. Вот. И вы играете роли, взаимодополняющие друг друга. Вот. Вот. То есть, мужчина занимает одну роль. Вы занимаете другую роль. И тем самым подкрепляете эту вот его первую роль. Вот. Ну, я сейчас не говорю, да, про... По сути, потому что я хочу, чтобы вы... Изучили это и сами нашли себя. Да. Вот. Я хочу, чтобы вы прям вот нашли себя. Себя. В этой истории. Вот. Вот. Чтобы вы... Сказали, о! Да! Так это ж... Это... Это... Это действительно... Это ж... Это ж я, да. Да. Вот же... Вот же... Вот же я так себя веду. Вот же, да. Точно. Вот. Чтобы такой инсайт у вас произошел. Озарение. Небольшое. Вот. То, что вы хотите сохранить брак для детей, это крайне деструктивная позиция, потому что, ну, много ли дети ваши получают от такого взаимодействия родителей? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ контакта, вот, да нет, немного, вообще ничего, ничего дети не получают, кроме негатива, вот, я не думаю, что вы будете с этим спорить, вот, так что ради детей отношения сохранять не нужно, если вот именно ради детей это делать, то нет, детям будет лучше, если вы будете жить спокойно, если не будет ссор, не будет скандалов, не будет никаких проблем, вот, детям будет только лучше, в этом аспекте. Другое дело, другое дело, что вы, вот именно вы, сами боитесь разводиться, ведь какой, ведь что-то же вас стимулировало, вы же почему-то терпели такое отношение к себе, мужчины, вот. А причина, вы не уверены в себе. Ваша неуверенность в себе проявляется в том, что вы сравниваете себя с другими. То есть вы говорите, вот, гости приходят, хвалят то, что везде чисто, там, и так далее, и так далее, и так далее. Кому вы это говорите? Говорите я. Гостям? Нет. Нам? Нет. Вы говорите это не нам, вы говорите это не гостям и даже не своему мужу. Вы говорите это своим родителям. Ну, точнее, кому-то из своих родителей. Кто-то из ваших родителей вас, видимо, также вот обвинял и говорили, что вот, 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 ты вот, вот, ты такая, вот, ты такая, вот, как ты можешь, ну, вот, вот, так далее, и так далее, и так далее. Вот. И вот вы пытаетесь, до сих пор пытаетесь, вот уже сколько лет, наверное, прошло, до сих пор пытаетесь доказать родителям, скорее всего, это папа, я так думаю. Вот. Ну, может быть, и мама, но, скорее всего, папа. Скорее всего, папа. Вот. Пытаетесь доказать, что вы хорошее. Вот. Что вы прелестны, что вы все делаете правильно, что вы готовите хорошо, играетесь отлично, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Не понимая, не понимая, при этом, что никогда никому ничего не доказать, что все это в голове, что ваш спор, ваш конфликт, который вот, ну, внутри, внутри вас, да, конфликт, он только у вас, его больше нигде нет, конфликта этого. Вот. И что, по сути, от того, что вы вот пытаетесь доказать, да, страдают, по сути, все. Вы страдаете, дети страдают, ваши дети страдают. Вот. И в итоге мужчина тоже страдает, страдает, потому что ему приходится контролировать постоянно ситуацию. То есть вы ему подыгрываете, как бы. Вот. Я вас не виню, вы это делаете не специально, не из-за преследования какой-то выгоды своей, вы не подумайте. Вот. Я не виню вас. Я понимаю, что вы просто, ну, не знаете, как это все происходит. Но, тем не менее. Тем не менее. История такая. История такая, что в этом ответственны вы. Дальше. Дальше. Вы говорите, значит, что с ним делать? Вот эта позиция, да, она в корне неверная. С ним делать ничего не надо. Потому что у него есть своя голова на плечах, которая ему говорит, что делать. Главное мне понять, что делать. Что делать с собой. Как такая женщина, как вы, да, позволили мужчине относиться к себе так, как он к вам относится. Но ведь вряд ли же это случайно. Ну, вряд ли. Скорее всего, где-то есть подтверждение вашей позиции. Где-то вот в, ну, где-то в поведении мужчины есть подтверждение вашей позиции в том, что вы достойны такого обращения, что вы достойны такого отношения. Где? Поищите, поищите. Посмотрите, поисследуйте этот процесс. Вот. Если не получается, то психолог привлеките для этого. Психолог это тот, кто профессионально такими вещами занимается. Вот. То есть, допустим, допустим. Допустим. Вы своего мужа любите. Допустим. И не хотите, допустим, насчет, ну, снимать отношения, рвать. Допустим. 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 Эм. Не хотите рвать отношения? Не рвите. Человек? Человек. А может быть, ну, просто заблудился. Может быть, просто запутался. Вот. А может быть такое? Да вполне. Вполне. Вот так. Помогите ему. Просто помогите ему выйти из этого состояния. Как смены своего поведения. Все, что вам нужно сделать, это просто изменить свою модель поведения по отношению к нему. Перестать. Перестать. Действовать. Так, как он, например, хочет. Вот. Понимаете? Просто перестаньте действовать так, как он хочет. И начните действовать так, как хотите вы. Грубо. Может быть. Да. Может быть грубо. Придется. Может быть грубо. Да. Но. В данном случае никак. Не нравится, как готовлю? Готовь сам. Не нравится, как убираю? Убирай сам. Считаю, что. Ну, как бы. Да. То есть, считаю, что, ну, как, вот как, ну, женщина должна, ну, тогда обязанной женщиной сделать. Вот это вот. Прекрасно. Если ты так считаешь, отлично, тогда не лезь. Вот и всё. А если ты указываешь мне, так может быть ты сам хочешь заняться? Вперёд, я держаться не буду, давай. Я посижу, посмотрю, как это вообще. Да? Что это? Это всё. И оставьте его с этим выбором. Для этого нужно от вас решение, что вы будете так делать. Тут конечно в идеале было бы выявить решение другое, которое вы приняли в противовес вот этому решению. То есть, когда вы решили исследовать деструктивному сценарию, который вот у вас есть. Для чего и что по-вашему вы должны от этого получить? Желательно выяснить всё-таки вот это решение сперва. Ну а потом уже смотреть на новое решение. То есть, это вот так можно сделать. Но можете, если хотите, можете и действовать исключительно по-новому. То есть, по-новому, ну по-новым решениям. Вот. Исходя из своих личных, личных границ. То есть, грубо говоря, если вы, например, не уважаете себя, да, если вы для себя ничего не делаете, если вы себя, грубо говоря, не любите. Да? Вот. Вот. Что откуда же ждать, что кто-то будет относиться к вам, там, с любовью, уважением и так далее. Вот. Для этого нужен, для этого нужен духовно развитый человек. Для этого нужна определённая, ну, духовная устойчивость. А если этой духовной устойчивости нет, то не будет ничего. К сожалению. К сожалению. Вот. Я понимаю, что вам, вам хочется. Я понимаю, что вы хотите, хотите, вот. А что вам, ну, необходимо. Так, возьмите это. Сами возьмите то, что вам нужно, и всё, и не ждите ни от кого ничего. Понимаете? Что нужно сделать? Вот так, это, это вот то, что вы можете сделать. Здесь и сейчас. С собой. Да? Не с ним, как вы хотите делать. А с собой. Самостоятельно. А с собой. То с ним не сделаете ничего, вообще. И это хорошо, на самом деле. Что вы ничего с ним не сделаете. Потому что, если бы, если бы сделали, то это было бы такое просто неприятно, неприятно. То это было бы ещё более неприятно, чем вот то, что сейчас выпрашивается. Так вы бы поняли внезапно, что человек, да, вот он, как бы, ну, вообще, своего мнения не имеет. Неприятно вам это было? Да-да. В том-то и дело, что да. В том-то и дело, что, это неприятно очень. Когда такая история случается. Вот. Так что, с ним делать ничего не надо. Вот. То есть, у вас здесь такая позиция, знаете, не женская позиция. У вас здесь. У вас здесь такая позиция, знаете, скорее, больше, ну, родительская. Вот. Ну вот. В данном случае. Это, на самом деле, не есть хорошо. Вот. Потому что родительская позиция приводит либо к детскому состоянию со стороны партнёра, либо к родительскому. Вот. Ну, судя по тому, что вы пишете, это скорее состояние у нас родительское. Вот. То есть, это можно назвать это борьбой. Вот. Я просто не знаю. Столько. Борьбой. Вот. За что? Вот. Или борьбой. Кого с кем? Вот. Вот. Но борьба. Вот. И если вы не хотите превращать отношения в борьбу, то перестаньте бороться. Страшаться. Вот. Ибо... Хорошего это вам ничего не принесло. Вот. 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 что вы хотите сделать с ним, да? Вот. Вот. Как вы говорите. Вот. Что-то вы хотите сделать с ним, сделайте с собой. Вот. Что-то вы хотите сделать по отношению к нему. Сделайте по отношению к себе. И все. И все. И вы увидите, насколько это облегчит вам жизнь. на самом деле облегчит, сделает ее проще, сделает ее понятнее, сделает ее комфортнее, сделает ее стабильнее. Понимаете? Это же вам вот сейчас, да, как тяжело приходится отвечать и за себя, и за, ну, и за мужчину, да? Ужасно. Ужасно. А все почему? Ответственность. Ответственность. Нет, нет разграничения в ответственности. То есть я не понимаю, где заканчиваюсь я, а где заканчивается другой человек. Вот и все. Вот и все. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Вот. Обязательно посмотрите в интернете игры, которые я назвал. Это важно. Обязательно в интернете посмотрите треугольник, с которым я говорил. Вот. И, соответственно, личные проблемы ваши можно будет разобрать на индивидуальной консультации. Вот. И тогда у мужа просто-напросто не останется выбора. Либо он будет меняться. Вот. Либо он останется позади. Без вас. Вот. 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 Но вам, к тому времени, к тому времени, вам это уже просто будет не нужно. Не нужно. Вот. Вот. Исключение составляет только история, если вы от ссор получаете тоже какое-то вот наглаждение, какую-то свою долю позитива. Вот. Вот. Это вот. Да. Да. Потому что вот каждый раз у нас с ним случаются ссоры, пищевые. Это игра. Это взаимная игра. Ссоры это игра двух человек. Если один человек не ссорится, ссоры быть не может. Но много вы и позорите с тем, кто молчит? Правильно? Значит, вы для чего-то ссоритесь тоже. Вам это вам, вам для чего-то нужно. Для чего это уже вопрос, но для чего-то нужно. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Легко-магазилем. Поехали. 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 Продолжение следует...